И Саратов, тоже непростые игры. Будем готовиться. Вопрос? Владислав Александрович, вопрос на кой? Комментарий по драке Фроленкова с Мисселью. С кем? Драка случилась после того, как чесали на Фроленков, он уронил. Вы считаете, что это драка была? Ну, пытаюсь. Я не считаю, что это драка была. То есть задело Миссель вступилось или все-таки там было? Я считаю, задело, да. То есть уже было, как сказать, ну... Чесалин уже отдал пас. И человек сделал два шага. И там от борта был метр. Я считаю, он правильно, как сказать, заступился за Чесалин. Потому что не первый раз такие ситуации происходят. Но я очень рад, что у нас появился сегодня. Заборников в команде не играл. Но если Заборников был бы, я думаю, что драка бы состоялась. А Фроленков, получается, неправильно сыграл в этом эпизоде с Чесалином? Ну, не то, что неправильно. Это хоккей. Есть свои, так сказать, лимиты и пределы в хоккее. То есть правила. Как обычно, ну, за два метра ты же не делаешь, так сказать. Не бьешь человека. Есть метр, да, ты в столкновение идешь. Но когда еще в метре от борта, то нельзя так делать. Притом, это наш лидер. И за лидера всегда должен заступаться человек, который... Притом, у нас все защитники за 100 килограмм. Я всегда их, как сказать, и не то, что ругаю. Просто говорю им, что, ребята, вас в лиге должна бояться. Вы должны быть более агрессивнее. Чтобы, так сказать, и для команды это плюс. Очень большой притом. Ну и для вас, для будущего, для молодых. Создать свой авторитет в лиге. Поэтому... Я сам свой авторитет так создавал. Поэтому... Спасибо. Еще вопрос. Разница в игре Аликинской между гостевой и на нашей встрече чем-нибудь? Ну, вы знаете... Конечно, болельщики, болельщики гонят, болельщики гонят. Но так таковой, честной разницы, я не увидел. Я знал, что есть... Не зря, как сказать, статистика показывает упрямые вещи. То есть, 70 голов, так сказать, забиты и 80. Если взять статистику, последнее место они занимают в лиге. И 5-е по забитым голам. Поэтому задание сегодня было, если мы больше будем контролировать шайбу в зоне соперника, тем лучше для нас. И у нас были в первом и середине второго, так сказать, проблемы. Когда команда заезжала, теряли игроков. Потому что я знаю, очень много, так сказать, мастеровитых игроков. 70 голов забить, это не каждая команда может. Даже Торос на то они, двукратные чемпионы, и на первом месте идут. И сейчас они на третьем, по-моему, да? И то они забили 53 гола. А 70 голов это надо еще забить. Аккуратно, честно говоря, аккуратно играли. Аккуратно. Ну и знали, что домашняя игра. То есть, они, так сказать, будут активно играть. Немножко, конечно, поактивнее они играли. Поактивнее. Но было задание. Было задание. Никаких секретов нет. Играли строго в своей зоне. Надежно. Тем меньше мы в своей зоне меньше играли, тем лучше для нашей команды. Выводили шайбу в среднюю зону. Облиняли атаку. Никаких секретов нет. Слов-то так особо не находишь, когда много травмированных, серьезно травмированных. Когда не хватает игроков. И когда еще, помимо того, что сколько выходит на лед, и половина, полсостава. Ну, не сказал бы, что не готовы. А не лучшую игру показывает два звена. Вытаскивать такие игры очень тяжело. Хотя, честно скажу, что в большинстве забей Ваня Груздев, когда в штангу попал, не повезло. Играли их, я считаю, достойно. Обидно, что, конечно, пропустили два контр-выпада. Скажем так, поражение, конечно, обидное. Могли бы, конечно. Наиграть и на ничью хотя бы. Но сложилось так, как сложилось. Претензий в большей мере ко многим нет. Есть отдельно. Будем разговаривать, работать. Все. Вопрос. Лилия Андреевич, защитник Антон Данилов очень часто появлялся на тачке у соперников. Он основался тренером? Да нет, мы, если оправданные подключения защитников, поощряем это. Неоправданные, конечно. Ну, хотя бы один из защитников, не двое убегать. Да. Когда есть страховка, почему нет? Еще опасно. Вот этот гол в меньшинстве, можете этот анализ сейчас дать? Ну, там цепочка ошибок была. Началось еще с Ивана. Груздева начал гадать. Не сыграл плотно с игроком. Подумал, что он будет отбрасывать шайбу. Игрок обманул его. Потом пошла передача на защитника. Ну, надо смотреть картинку. Как завершилось все это, я видел. А картинка нужна. Будем смотреть и разбирать этот момент. Как говорится, самый опасный игрок, игрок, который без шайбы, да? Ну да. Все внимание на шайбу, как зачастую бывает. Молодцы. Все смотрит туда, а что вот здесь делается, не видит.